На этой неделе Северный парк превратился в настоящую спортивную арену. Здесь состоялось торжественное открытие Малых Олимпийских игр. Побороться за места на спортивном пьедестале приехали дворовые команды со всего города. В разгар жарких дней большую часть времени дети проводят на улице. Для того, чтобы отдых на свежем воздухе проходил весело и интересно, 1 июня, в День защиты детей, в нашем районе начали свою работу более 50 дворовых площадок. На них вожатые проводят для детей конкурсы, развлекательные игры, спортивные мероприятия. Одно из них – это Малые Олимпийские игры. За победу в играх в течение всего лета будут бороться команды всех дворовых площадок города. Участников соревнований поприветствовали почетные гости. От души поздравляю с открытием Малых Олимпийских игр. Олимпийские игры – это все серьезно, потому что олимп, боги, спорт, достижения. Глядя, по вашему настроению, оно у вас приподнято, интересное. Поэтому уверен, что будете добиваться побед, больших и малых. Желаю вам, чтобы это лето прошло максимально интересно, максимально полезно для вас и безопасно. Ну и, пользуясь случаем, хотел бы пригласить всех ребят, которым уже исполнилось 14 лет, пойти вместе с нами в интересные туристские походы в Крымский район, Абинский район, которые уже начнутся с 20 июня. По традиции зажгли Олимпийский огонь, после чего начали свою работу станции, где ребята могли проявить творческие, спортивные и интеллектуальные способности. Дух соперничества, желание стать лучшими, первые победы и поражения – все это создавало напряженную, но при этом праздничную атмосферу. Наша команда – мемасики, настрой отличный, в команде 20 человек, и это еще не все пришли. Наша команда называется «Нон-стоп», мы, конечно, настроены на победу, на победу. У нас 11 человек, очень умные, ловкие, веселые ребята, мы сплоченные, и попытаемся добиться только победы. Работа дворовых площадок, спортивные состязания – это отличная возможность для школьников с пользой провести время летом. А самое главное, что такие мероприятия прививают им интерес к физкультуре и здоровому образу жизни. Тина Копачевская, Георгий Калинин, программа «События».